Воскресенье Во имя Отца и Сына и Святого Духа Сегодня, возлюбленные Господи, братья и сестры, когда мы готовили Святое Причастие в алтаре, Господь пел очень узнаваемое песнопение, умилительное песнопение «Покаяние отверзими дверей жизнодавчиво». Большинство из вас знают это песнопение с детства. Оно исполняется, начиная с сегодняшнего дня до пятого воскресенья Великого Поста. Это одно из основных песнопений, так называемого, приготовительного периода к Великому Посту. Как мы имели возможность в прошлом говорить, Церковь готовит нас очень постепенно к подвигу Великого Поста. Она, как любящая мать, чуть-чуть подподдерживает, подталкивает нас, чтобы мы не просто вступили в дни Поста без приготовления, а вот в течение четырех воскресеньев научает нас различным урокам, чтобы мы осознанно вошли в дни Святой Четыридесятницы Великого Поста. Так что с сегодняшнего дня наши чтецы и хористы стали пользоваться книгой богослужебной, которая называется «Постная триоть». Эта книга толстая, древняя, и она содержит в себе все богослужения, начиная с этого воскресенья, мытаря и хористея, и кончая Великой Субботой. В наше время легко найти эту книгу в интернете. И я был бы очень рад, если бы наше прихожание нашли бы ее и в течение всего Великого Поста заглядывали бы в эту книгу. И даже есть прекрасные русские переводы многих песнопений и молитвословий из триодипостной. Это просто вам такой добрый заговор. Ну вот, и первый евангельский урок этого приготовительного, первой недели приготовления к Великому Посту. Это короткое евангельское чтение из Евангелия от Луки о мытарее фарисеи. Это притча, рассказ Господа нашего Иисуса Христа было произнесено им две тысячи лет назад но абсолютно не утратила свою актуальность. Хотя притча произносилась в совершенно другой культуре, в другой исторической обстановке, но урок этой притчи, как я сказал, актуален и сегодня, а может быть, даже и как никогда. Всего три строчки. Это очень краткая притча. Всего три строчки. И столько в этих трех строчках содержится истина. Я бы повторить эту притчу, чтобы ради тех, кто, может быть, с опозданием прошел, да и те, кто услышали, все равно это будет полезно снова послушать. И Христос говорит, Два человека пошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей стал, молился сам себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или вот этот мытарь. Почтусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, отчего приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, милости, будь и мне грешно. Говорю вам, заканчивает Христос эту притчу, что мытарь пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Конечно, Господь, когда говорит, тот, кто будет себя унижать, возвысится, имеется в виду не в этой жизни, а в жизни вечной, в Царстве Божьем. Вот слово фарисейство, все понимают, это лицемерие. И как многие из нас страдают этим ужасным порохом. И мы, отдельные люди, им страдаем, и отдельные группы, и даже государства, которые, с одной стороны, говорят, что они приносят добро, помощь, нуждающимся, с другой стороны, завязывают страну или страны войны. То есть лицемерие на страшном высоком уровне, из-за которого страдают люди. И вот даже мы, церковные люди, не можем от него так просто избавиться, даже находясь здесь в храме. Сколько раз бывает, что мы придем в храм и начинаем замечать какие-то недостатки другого человека. И как бы, может быть, даже не такими прямыми словами, но как бы и благодарим Господа, что мы не такие, как эти прочие грешники, гробители, полюбодеи, а что мы постимся два раза в неделю, мы даем значительную часть денег в храм. И как мы хотим быть замеченными, как мы хотим, чтобы другие люди нас заметили, чтобы похвалили, похлопали нас по плечу, что мы даем на храм, мы постимся, правильно делаем поклоны, правильно делаем крестное знамение. Интересно, что Господь наш Иисус Христос и в прошлое воскресенье, говорю, было евангельское чтение о мытаре Закее, который залез на дерево, чтобы увидеть Христа, потому что был мал ростом. И сегодняшний герой, мы-то тоже сборщик податей, грешник, может быть, коррумпированный был человек, но Господь их выдвигает, этих несчастных людей, как образец покаяния. И мы должны, дорогие братья и сестры, если мы видим человека, явно грешного, который какое-то зло делал, никогда не надо ставить на него крест, потому что всегда есть возможность исправиться. И вот эти два мытаря, Закее и сегодняшний пример, замечательный пример о этом. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. если мы хотим с вами получить благодать великим постом, дорогие братья и сестры, будем себя смирять, уподоблять себя мытарю, и постоянно повторять эту молитву, в Божьей милости буди мне грешным. Помня, что тот, кто возвышен в этом мире, унижен будет в будущем веке, а тот, кто смирит себя в этом мире, будет возвышен в глазах и в руках Божьих. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбиям всегда, ныне и пристань, во веки веку.